Неделю назад мы прилетели на сказочный остров Маврикии. Каждые три дня мы сами переезжаем в премиальные резорты. Каждый резорт уникальный, у каждого резорта своя изюминка. И прямо сейчас мы вас тоже будем погружать в один из лучших резортов этого замечательного острова. А отель называется Люкс Леморн. Друзья, приветствуем вас на нашем канале. На связи Ренат и Лилия Ахнамедулины и наш клуб путешественников Старнотека. Прямо сейчас мы находимся в мега красивом месте, да еще и рядом с деревом желаний. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Напишите свои классные желания под этим видео, они обязательно сбудутся. Прямо перед началом обзора у нас с Ренатом к вам огромная просьба поставить лайк этому обзору. Мы действительно старались, мы проделали огромный путь. Мы посвятим сегодняшний день полностью этому прекрасному отелю, погрузимся в него полностью, вам все детали расскажем. Друзья, смотрите, за моей спиной гора Леморн, здесь дерево желаний. Вот такие листочки вы найдете в своих номерах, напишите свое желание, и оно непременно сбудется. На рецепцию. Очень прикольно, мы это почувствовали на себе, как только мы пересекли ворота, то оттуда звонит колокольчик и дает таким образом сигнал коллегам здесь на рецепции о том, что гости приезжают. Соответственно, сотрудники уже наготове, ждут гостей. Знаете, с такой очень приветственной стойкой, я бы, наверное, сказала, с широкой улыбкой. Провожают гостей уже непосредственно сюда, вот в эту зону. Здесь у нас с вами тоже все очень красиво. Картины, люстры, плафоны. Все очень-очень стильно. Открывается мега красивый вид. Друзья, приглашаем вас посмотреть номер Ocean Suite. Само слово Ocean означает, что смотрит на океан. Здесь у нас с вами большая терраса, такой вот классный диван, кресло, стол, дополнительное кресло. Океан тоже мы вам сейчас покажем. Смотрите, буквально несколько шагов, и мы можем с вами лицезреть всю эту красоту. Приглашаю вас пройти уже внутрь комнаты. Максимальное размещение, как нам сказали, здесь двое человек. Что нам нравится, то что номер такой вот светлый, весь в белых тонах. Смотрите, какой ассортимент подушек. Большой телевизор. Обратите внимание на различные детали. Сейчас приглашаю пройти уже в ванную комнату, в коридор. Здесь, смотрите, в коридоре очень уютно. Вот такое вот зеркало, еще увеличительное зеркало. Тапочки, конечно же, классные. Мы когда отдыхали в люкс Гранд Бэй, они немножко другие, но тоже такие же мягкие и клевые. Здесь реально зачетные халаты, они с двойным подкладом. Проходим уже в ванную комнату. Здесь у нас с вами две раковины. Далее здесь вот такая вот ванная. Их вкусная косметика. Прозрачной дверью расположился туалет, а здесь у нас расположилась душевая. Фишка этого отеля, что здесь есть такой вот прекрасный бар, где не только чай и кофе, а также вот эта вот посуда называется тропический бар. Алкоголь, естественно, за дополнительную плату. Про тропический бар немного, да, полно, потому что все будет зависеть от того, какой у вас план еды. Если у вас, допустим, там двухразовое питание, то это одно, нам сказали коллеги. А если же пакет, допустим, все включено, то, возможно, какие-то напитки будут входить вам в ваш пакет уже безоплатно. Давайте посмотрим, что же здесь. Здесь огромный выбор и чипс, и маршмеллоу, и разные вкусняшки для детей, орешки, какая-то бутылочка, по-моему, пива. Заглянем сюда. Здесь есть также вино, пиво, кока-кола, фантас прайт, ммдэмс. Ну, в общем, перечислять это на полчаса. Всякие соки, вода. Просто класс. Знаете, на что хочется обратить ваше внимание? Смотрите, полы деревянные, по полу очень приятно ходить. Вот даже босиком, знаете, вот просто прелесть. Обращаем ваше внимание, что в номере нет шторок, но вот есть вот такие вот двери. Просто можно вот так вот закрыть, вот так вот, да. Специально тоже они так это все сделали в стилистику, в стиль, да, в дизайн номера. Постараюсь здесь дистанционно вам объяснить. То есть вот этот вот номер, это у нас с вами был Ocean Suit, Junior Suit, да. А это вот у нас с вами получается Prestige Suit, то есть, видите, он как бы так немножко в глубине. Поправлюсь, это Prestige Junior Suit. Теперь я на этот же самый домик смотрю чуть-чуть с другой стороны. Вот это вот у нас с вами был Ocean Junior Suit. Вот это вот уже просто Junior Suit. А вот сюда мы поднимаемся по ступенькам. И вот это вот у нас с вами получается Honeymoon Suit или Sunset Suit. А вот уже здесь получается, да, еще один Prestige Suit. То есть вот у нас с вами в одном вот таком вот блоке получается, да, с той стороны Prestige Suit, здесь Prestige Suit, здесь Honeymoon получается, да, просто Junior Suit и Ocean Junior Suit. Итого у нас с вами получается, что вот в одном таком блоке пять сьютов, да, из них то, что вот два, я вам уже говорила, Prestige Suit. Вот для того, чтобы приехать в отель Lux Le Morn, действительно у вас будет много причин. И вот одна из этих причин – это домик на дереве, он один-единственный в резорте. Мы сейчас поднимемся сюда и посмотрим внимательно все. Я думаю, когда мы были маленькие, мы все мечтали о домике на дереве, и дети сейчас многие мечтают. Мы же идем сейчас осматривать с вами домик на дереве. Во-первых, дерево такое, знаете, раскидистое. Поднимемся и все посмотрим. Сейчас будет закрытие хоть ненадолго маленького гештальта. Это домик на дереве. Все в фильмах мы смотрели, многие хотели себе такой же. Ступеньки, знаете, очень маленькие, такие удобные, сюда классно будет тоже подняться с детьми. Плюс, как нам сказали, что тут можно забронировать себе и ужин какой-то. Конечно, я же себе не так представлял, что он будет домик на дереве, но здесь сделали специально для того, чтобы гости могли покушать, заказать себе этот домик, устроить себе ужин или там даже позавтракать. Мы пошли гулять в эту сторону отеля, как нам сказал коллега, что эта сторона такая вот более спокойная. Да, детали, конечно, у домика классные. Представляете, вечером вот так вот зажигаются вот эти вот свечи. Свечи много, да, Ренат? Смотри, это все свечи. Во всех этих баночках это свечи. Еще, конечно, супер цветы. Покидаем домик на дереве, идем дальше прогуливаться по территории. Мне хочется просто со всех локаций искать именно вид на эту прекрасную гору Лиморн. Мы подошли уже поближе к бассейну. Здесь в отеле Люкс Лиморн 5 бассейнов. Один из них расположился в спа-центре, другой расположился в детском клубе. Именно в этом месте открывается классный вид на гору Лиморн. Представляете, как это классно отдыхать, плавать, загорать и просто смотреть на гору. Для гостей есть еще вот такой кабана, да, газебу. За дополнительную плату там тоже можно кушать. Прикольный душ. Немножко прадусь тоже рядом с бассейном. Такие шезлонги какие-то классные, стильные. Вода в бассейнах офигенная. Видно, что бассейны современные. Вот как раз поближе к газебу, где вы сможете покушать. Летают вертолеты, прям слышно, да, как они все это пытаются вкусить. Вот наша такая дружная команда. Три человека. Все сегодня изучаем. Целый день посвящаем отелю Люкс Лиморн. Сейчас у нас был просто чуть ли не полчасовой разговор с сотрудником отеля, который рассказал прям много важных моментов, что делают маврекийцы для того, чтобы позаботиться о своей природе, красоте моря. И вот по пунктам расскажу. Первый момент, то, что мы с вами здесь не увидим гидроциклов, да, они специально очень заботятся вот как раз таки о кораллах, о красоте своего моря, чтобы все гости могли приезжать и вот это вот лицезреть, да. Далее по каждым с Ринатом чуть дальше побережье вы видите там вот волны вздымаются, да. Это все настоящие коралловые рифы. И вот к этим коралловым рифам запрещено доплывать лодкам для того, чтобы их как можно больше сберечь, да. И плюс эти коралловые рифы натуральные, они помогают не заплывать сюда акулам и так далее. Ринат вам как раз сейчас увеличил камеру для того, чтобы вы увидели, да, как там вздымаются волны. И вот как раз таки там находится настоящий коралловый риф. И вот лодкам туда запрещено плавать специально для того, чтобы уберечь гостей побережья вообще, ну вообще сохранить природу в такой вот красоте и чтобы не заплывали сюда акулы. Следующий важный момент нам сказали, почему здесь летают вертолеты, потому что именно недалеко от Леморна расположен водопад, куда тоже вот сразу же несколько локаций вы сможете посмотреть. Далее здесь запрещено плавать с черепахами, вы можете поехать, посмотреть, ну вот плавать с черепахами и плавать с китами нельзя, смотреть можно, да. А вот плавать с дельфинами можно, но только эти экскурсии не каждый день проводятся, а именно определенное время правительство выделяет на это и, соответственно, гости могут посмотреть этих дельфинов и поплавать с ними. Мы с вами капельку прошли и видим вот такие вот двухэтажные домики, эти номера называются супериоры, они тут повыгоднее по цене, вроде бы они смотрят, кажется, что с видом на сад, но на самом деле они же смотрят фронтально к морю, я специально медленно разворачиваюсь и показываю вам то, что вот как классно тоже взять эти номера и вот наслаждаться таким замечательным видом. Вот мы с вами и дошли до конца территории отеля Люкс Лиморн с этой стороны, обратите внимание на эту табличку Викс, это классная локация, человека зовут Вик, это его место, он арендует эту точку. Для гостей на All-Inclusive это будет безоплатно, для гостей на остальном типе питания это будет за дополнительную плату. Что здесь делают гости? Они вместе с ним, получается, отплывают в море, ловят вот таких вот наподобие ежей, да, дальше он здесь берет и готовит для них вот эту вот еду, да, и плюс еще именно локальную еду вот в этой локации можно попробовать. Сейчас это место закрыто, но мне кажется, вообще тоже еще одна из причин приехать в отель Люкс Лиморн. Иду в сторону пляжа, хочу вам тоже показать вид. Пляж, смотрите, у отеля Люкс Лиморн длиннющий, большой, там же в ту сторону расположился отель Паради Дина Робин, где мы живем с Ренатом, а здесь у нас тоже красавчик Мариот, куда мы тоже с вами обязательно отправимся. Мы решили сейчас пойти уже по второй линии, чтобы посмотреть номера с видом на сад. Проходим сейчас вот эти вот супериоры, которые только-только вам показывали. Дорожки, смотрите, ухоженные. Я всегда обращаю внимание на тоже, разумеется, зеленую часть отеля, на дорожки, потому что это говорит о многом, это говорит просто об уровне отеля, о качестве отеля, и мы с вами тоже на это обращаем внимание. Сейчас мы вам показываем, как летят два самолета похожих. Это гидросамолеты. Да, гидросамолеты летят, как будто бы они, не знаю, синхронно выполняют какую-то там задачу. Мы сейчас продолжаем смотреть супериоры с видом на сад. Те номера, которые находятся на втором этаже, у них есть возможность смотреть на море, а также любоваться прекрасным закатом. Боже, как здесь уютно. И на втором этаже, мне кажется, классно. И на первом этаже тоже своя зона. Такие, видите, приватные какие-то все равно немножечко садики, птички поют. Очень тихо, спокойно. Камеры тоже есть. Вот здесь как раз-таки сад. Что-то они посадили специально, чтобы гостям было интересно рукой подать до бассейна, рукой подать до моря. Мы уже вернулись на рецепцию. Сейчас вам покажем один из четырех ресторанов. Этот ресторан главный. Называется Kitchen. Здесь у нас с вами завтрак, ужин проходит в формате шведского стола, а днем вы можете покушать по меню. Какие бесподобные виды открываются с любого уголка отеля. Представляете, как классно вот тут вот сидеть, кушать свои выбранные блюда, смотреть одновременно на гору Леморн, а также любоваться красотой океана, такими яркими красками Маврикия. Это бассейн, но интересно, что гости здесь не плавают пока почему-то. Возможно, все пошли на обед. Это Infinity бассейн, как уже Лили тоже сказала, в котором можно наслаждаться, смотреть на море, а также на прекрасную гору Леморн. Не могу оторваться от этого Infinity бассейна, потому что у них действительно мега красиво. Мы с вами делаем буквально несколько шагов, и вы уже, наверное, тоже впереди видите табличку, где написано по-английски Ist. Это все у нас с вами а-ля-карт ресторан. Непростой а-ля-карт ресторан, это у нас именно тайский а-ля-карт ресторан. Ресторан тоже расположился фронтально к морю. Ресторан Ist работает только на ужин. Он не входит ни в какой план еды. То есть, если даже у вас будет питание, все включено, все равно это будет за доплату. Так как ресторан закрыт, могу только вот так вот немножко все отснять, показать просто саму атмосферу. Играет мега приятная музыка. Так как сейчас зимний период, то погода меняется каждые пять минут. Прямо рядом с рецептом расположился главный бар. Конечно же, мы с Ренатом тоже вам покажем и атмосферу этого главного бара. Очень красиво, хорошо. Светлые краски. Как видите, много свечей. Мне кажется, вечером здесь вообще будет такая очень красивая, замечательная атмосфера. Видите, расположился Infinity Bассейн, основной ресторан. Сейчас мы вас приглашаем в новый японский ресторан, который открылся в 2023 году. А именно в апреле, то есть буквально можно сказать, что год назад, это ресторан японской кухни. Здесь у вас будет сет-меню от шефа. Как вы видите, такая вот открытая кухня, то есть вы будете все это лицезреть. Количество гостей ограничено. Ренат мне подсказывает, что 8 человек здесь может сидеть. Вот такое вот сет-меню получается, да? Вас будут удивлять. Звучала музыка, не могла объяснить это внутри. То есть мы с вами буквально капельку прошли и увидели, да, вот эти вот где десерты. Maison Luxe. То есть они делают, усиливают свой бренд, где здесь у них еще и готовят кофе в этом корнере, да? То есть становятся не просто вот вроде бы цепью отеля Luxe, да, но таким вот домом под названием своего бренда Luxe. Мы сейчас находимся в галерее, где делают местные различные поделки из перерабатываемого сырья. Важный момент, то что продажа, деньги вернее от продажи вот этих вот изделий идут прямо непосредственно в маврикицы. То есть таким образом отель тоже поддерживает местное население. Важный момент, то что проговорила Ренату, что все здесь из перерабатываемого сырья. Да, кстати, вот картину наверху тоже можно купить. Ну, а мы с вами продолжаем двигаться уже дальше. Опять же, прошли буквально шаг. Представляете, оказались уже в фитнес-центре. Внутри есть, разумеется, сотрудник. Фитнес работает с 7 утра и до 8 вечера. Выходя из фитнес-клуба, вы можете буквально пройти 3 шага и оказаться в спа. Это спа классно тем, что парная, сауна, бассейн доступны и безоплатны. Спа-центр точно так же называется Люксми. Кто-то говорит Лаксми. В общем, интересно все это послушать. Мне хочется еще больше поделиться с вами эмоциями и впечатлениями, потому что мы специально заходим сюда в спа-центр, чего не делаем во многих отелях. Потому что спа-центр в сети отеля Люкс, это вот просто муа. Объясняю почему. В большинстве спа-центра в экзотических странах вход в спа-центр платный. То есть вы не можете безоплатно пользоваться сауной, парной, если вы не взяли какие-то услуги. Здесь же в сети отеля Люкс вы можете пользоваться сауной, парной, бассейном. И это действительно классно, потому что вы отдыхаете всем телом и душой. Вот мы внутри уже спа-центра. Сейчас поближе подойдем к косметике. И мне хочется поподробнее еще вас погрузить в сеть отеля Люкс. Выходим с рецепции, наблюдаем вот такую вот красоту и двигаемся дальше. Работливо для гостей водичка, чаечек. Шли мы по этой дорожке и дошли тоже до такого спокойного бассейна. Именно здесь абсолютно бесплатно гости могут тоже находиться, выйти после сауны и просто насладиться всем этим. При желании можно расположиться вот в таком вот кабане. Очень, конечно, красиво все. Мы были в зоне рецепции. Ренат все так внимательно отснял и показал вам, что часть косметики... Там прямо написано «Люкс». И это вот как раз-таки в продолжении того, что цепь отеля Люкс хочет быть не просто отелем, да, а они хотят быть «Мезон Люкс», то есть «Домом Люкс», где у них вот и кофе, и своя собственная косметика. В номерах вы тоже встретите косметику именно вот их собственного дома. После того, как все переоделись, можно пройти вот как раз-таки в сауну. Ой, как здесь тепло и вкусно пахнет. Покажем вам парную. Теперь вы понимаете, да, почему необходима запись заранее, несмотря на то, что эта зона безоплатная. Но нужно записаться для того, чтобы здесь провести время, потому что все такое очень бутиковое. Продолжаем гулять, изучать территорию. Мы движемся в сторону детского клуба. Нам с вами крайне важно его тоже посмотреть, потому что «Люкс Лимон» – это семейный резорт, и, конечно, если классно детям, то нам будет классно тоже в том числе. По пути мы видим с вами еще один бассейн. Мы с вами смотрим уже четвертый бассейн, да, если вы помните. То есть мы посмотрели еще с вами бассейн в спа-центре. И пятый заключительный бассейн будет в детском клубе. Покажу вам тоже немножко здесь атмосферу. Все тихо, спокойно. Тоже суперер номера идеально расположились. Здесь тишина, покой, гости читают. Вода идеально чистая, прозрачная. Пока движемся в сторону детского клуба, проходим еще и теннисные корты. Мне, конечно, все здесь так нравится. Молодцы, как сказать, дизайнеры, да, наверное, садовники, которые поработали над такой красивой, прекрасной растительностью отеля, что проходишь буквально метр, восхищаешься. И каждый участок не похож на другой. Потому что вот здесь, допустим, смотрите, у нас с вами уже какие-то сиренево-фиолетовые цветочки. Где-то они розовые, где-то белые. Мы дошли до детского клуба, который тоже называется Play. Сейчас пройдем. Мы перед этим предлагаем зайти в библиотеку. Здесь можно почитать. Здесь, я думаю, что бывает мало народу, поэтому уединенное место можно найти здесь. Библиотека работает с 10 утра до 10 вечера. Очень вкусно пахнет книгами. Сюда еще можно прийти поработать. Если вот вам нужен действительно такой тихий, спокойный уголок, то это именно это место. Книги абсолютно на разных языках. Мне кажется, это еще и гости, которые приезжают сюда во время отдыха, читают, оставляют свои книги для будущих отдыхающих. Детские клубы на Маврики отличаются тем, что они принимают деток с 3 лет. Если же ребенок у вас будет до 3 лет, то нужно нанимать, соответственно, бебиситтера за денежку. Вот когда вы заселяетесь, и когда вы приходите в мини-клуб, вам дают вот такое вот расписание на неделю, где расписано прям вот по дням недели, что будет, какие разные активности. Потому что в цепи отеле Люкс, в цепи отеле Бичкомбер, жизнь у детей интересная. Оливии очень нравится. Даже сегодня мы немножечко опоздали на то, чтобы уехать там на какую-то активность на море. Когда она говорит, мама, давай завтра будем вставать пораньше. У нас есть с вами вот такая вот зона. Дальше есть душевая, туалет для ребенка. Также прохожу, вижу там еще одну какую-то комнату. Тоже давайте в нее загляну. Посмотрите, игрушки, лего, да, двери все продувается. И при этом вентиляторы, не холодно и очень приятно. Очень много детского пространства. Как мы видим, здесь же тоже расположился детский бассейн. Детские такие вот кресла приятные, зеленый газончик. Еще есть одна такая зона, смотрите, детки здесь кормят черепашек. Потом очень нравится вот этот вот сад, где они могут тут сами немножко поработать и пополивать, покопать, что-то повыращивать. Вот представляете, я зашла внутрь садика и увидела вот такую вот огромную черепаху. Сейчас вам увеличу и покажу. Вы видите, да, каких она размеров. Очень большая, она сейчас спит. Поближе покажу вам этот бассейнчик. Конечно же, детки плавают здесь только с специалистами, да, с воспитателями. Бассейнчик маленький, бассейнчик, видите вы, да, современный. Очень уютно, очень так все располагает к себе, очень приятно. Для самых-самых маленьких гостей, чтобы они могли здесь поспать, отдохнуть. Смотрите, книжки им читают. Мы сейчас уже подошли к четвертому ресторану, к крайней точке в этом отеле. И работает этот ресторан на обед и на ужин. Здесь очень атмосферно. Мы вам тоже это сейчас покажем. Надеюсь, получится прочувствовать. Вот такая вот открытая кухня. Все видно, что готовят. А заодно здесь расположились и водные активности отеля. Так здесь классно. Показываю вам атмосферу. Вот это вот все у нас с вами длиннющий пляж. Красивые воды. Так как мы подошли к водным видам, спорту, то вот это вот все тоже вам покажем и скажем, что это безоплатно. Цепочки люкс в этом плане тоже очень классно. Главное только нужно прийти и записаться. И покататься на каное, на лодке с прозрачным дном. Все будет бесплатно. Там уже у нас с вами начинается общественный участок пляжа. Хотя в целом вы должны понимать, отель расположился на пляже. У него есть участок пляжа. Но абсолютно все могут здесь прогуливаться, гулять. Только, конечно же, не могут пользоваться безоплатно зонтами, шезлонгами, полотенцами. А вот так вот пройти по пляжу, прогуляться, поплавать, конечно же, могут абсолютно все. Немножко покажу здесь пляж. Такие красивые коральчики немножко разбросаны по пляжу. А ход так вот смотрится песчаным. Смотрите, щеточки заботливые для ваших ножек. Гамаков по территории, кстати, не так много. Но вот я еще увидела гамак на воде. Пляжная полоса у отеля практически одинаковая. Здесь ближе к зоне рецепции решили спуститься. Поближе вам все отснять и показать. Мне кажется, сейчас немножко отлив. За эту воду покажу вам тоже, что из себя представляет дно. Море чистое, море прозрачное, не глубокое, как это в большинстве резортах. Вот и посмотрите, какие красивые открываются виды. Вот именно из-за этой горы сюда большинство гостей отправляются. Прямо сейчас нам захотелось, Ренатам, уже в этой локации отснять выводы, поделиться своими эмоциями. Конечно же, они нас переполняют. В первую очередь вы должны знать, что здесь мега красивое место. Плиморн приезжает именно из-за этой горы. Вот я ее вижу прямо сейчас перед своими глазами. Во время этого обзора мы тоже постарались максимально вам показывать эту гору с разных ракурсов. И действительно, она видна со всех сторон. Отель классный, отель замечательный. Отель, знаете, вот в такой вот замечательной большой территории, где и зельные, и красивые, и садовники молодцы поработали. И вы видели, что номера в хорошем состоянии. Резорт может быть как семейным, так и для парного отдыха тоже идеально подходить. Вы знаете, мне даже не к чему придраться, нечего такого сказать про какой-то нюанс. Единственное только, что, наверное, правильно сделать, это вот всегда, когда вы выбираете себе отель для себя, смотрите в разрезе, потому что все гости разные. Мы, допустим, будем сейчас проживать в отеле Парадис, Динара Робин, Динара Робин. Потом мы уже прожили в Грандбе, Люкс Грандбе, мы прожили в Труабиш. Мы обязательно посетим Мариот, мы еще будем отдыхать сами в цепи Адели Констанс. И вот в разрезе вот этих отелей, когда вы попадаете к нам на индивидуальную консультацию, вы получаете прямо мега детальную информацию. Наверное, наша такая большая рекомендация, если вы летите на Маврики, проделывается такой огромный путь, берите два отеля. Напомню, что у нас два юрлица, одно в России, другое в Казахстане. Сами мы россияне. Здесь специально указываем наш кваркод. Наводите просто телефоном, проходите, пишите нашей команде, и мы с командой позаботимся о вашем отдыхе. У нас в команде 16 менеджеров с большим опытом работы в сфере туризма, с большой любовью к людям, как и мы, в том числе с Ренатом. Поэтому за отдых свой можете быть спокойны. Также здесь сейчас или здесь будет кваркод на нашей соцсети, Инстаграм, Телеграм-канал. Чаще всего больше информации мы выкладываем в Инстаграме, потому что там есть сториз. Там мы выходим в прямой эфир. А в Телеграм-канале, как правило, мы знакомим гостей со спецприложением, которое выходит прям такие горящие. Друзья, благодарим за то, что досмотрели это видео до конца. Рады, что у нас получилось снять этот тщательный видеообзор этого отеля. Сейчас у вас гораздо больше возможности сделать правильный выбор. Друзья, и до новых встреч в новых наших видеопутешествиях.